Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня мы с вами поговорим про ароматы от бренда Cosmogonia. Я вам расскажу о своей новинке и также поделюсь впечатлениями, в принципе, о всей линейке. Но, сделаю такую небольшую пометку, я, кстати, сама об этом узнала не сразу, что рассказывать сегодня я вам буду именно о ароматах, которые заявлены как мужские. Но, на мой взгляд, все-таки большие ароматы из линейки являются Unisex. Так как один из ароматов я себе приобрела сразу, мне очень впечатлил, и они оформлением идут вот в таких флаконах. Это именно они заявлены как мужские. А женские, они такие более красивые, более округлые флаконы. В общем, я думаю, вы в курсе. Что касается вообще ароматов бренда Cosmogonia, я вам рассказывала, что мне, конечно, было немного больновато приобретать за такую стоимость аромат, потому что я понимаю, что это дочерний бренд Bracara. Bracara это все-таки бюджетная парфюмерия. Но, что могу сказать в оправдании этих ароматов, по своим техническим характеристикам, по звучанию ароматы, конечно, отличаются от вот таких классических бюджетных ароматов. Но, что касается аромата, вот, допустим, оформление, крышка довольно-таки простенькая, недорогая. И еще у, в принципе, бренда заявлено, они сами заявляют, что может быть такое, что может появиться небольшой осадок во флаконе. И сейчас, я не знаю, будет ли вам это видно, постараюсь, в общем, сделать такой подсъем. Явно видно такие хлопья. Конечно, это потому, что, как бы, натуральный состав. Я слышала, что у некоторых брендов, также у нишевых, есть такой момент, они делают такую пометку, что может быть осадок, но, извините, не сразу. После покупки вот этот, конечно, момент есть. И, ну, как бы, не знаю, я не химик, я в этом не разбираюсь. Должно быть, так не должно быть и что. Но, как бы, факт остается фактом. У них и в бюджетной линейке иногда бывают такие казусы. Вот, поэтому, не знаю. Кстати, вот именно этот осадок я заметила только сейчас. Но я слышала о том, что бренд предупреждает, что такое может быть. В общем, давайте я вам расскажу сегодня про все шесть ароматов линейки. Я покупала аромат на сайте Рандеву. И там у них была акция. Я вам рассказывала, при покупке шло в таком вот красиво мешочки. Шесть пробничков фирменных в подарок. Соответственно, я познакомилась со всей линейкой. Сегодня познакомлю вас. В общем, давайте приступим. Не буду затягивать долго это видео. Вкратце расскажу про каждый аромат. Давайте приступим. Название я буду подписывать в инфобоксе и ставить тайм-код, чтобы вам было так удобнее. И на все ароматы, скорее всего, да, на все ароматы оставлю вам ссылочки на сайт Рандеву, чтобы вы могли пройти, ознакомиться с пирамидой, посмотреть, почитать, помониторить. И если будете делать заказ на сайте Рандеву, то применяйте мой промокод на скидку 10% при заказе от 2,5 тысяч рублей. Давайте начнем тогда с этого аромата. Это у меня Red Element, красный элемент. Оформление, в принципе, я вам показала. Все флаконы в таком оформлении, в стандартном. У нас содержится гурманский аккорд, очень интересно. Потом амбракса, ликер, бобы тонка, мускус, амбра. В общем, такая довольно теплая, мягкая пирамида. Что я скажу? На старте я прям ощущаю немного кожаных аспектов. Ощущаю специи, немного как будто перечности. И ощущаю мягкую молочность. Именно ощущение прям десерта какого-то сливочного. И все это очень красиво. И здесь ощущается действительно какая-то молекулярная база. Что-то в направлении ганимеда. То есть есть вот эта вот минеральность какая-то для меня. И по ощущению для меня аромат очень схож. Вот такая вот композиция от бренда Map of the Heart. Именно с золотым сердцем. Потому что здесь у нас вообще все на тему перца и молока. Такое вот у меня сердце здесь. Вот с ним. Здесь у нас перец и молоко. Здесь для меня тоже что-то общее есть в этом аромате. Но в то же время, как я и сказала, есть вот такая вот минеральность. Аромат мягкий. Аромат сливочный немного. Аромат алкогольно-гурманский. Действительно ощущается ликер. Немного как будто сухофруктов. Может быть какие-то орехи. В общем аромат очень мягкая амбра. Красивый, очень обволакивающий. И по техническим характеристикам мне этот аромат очень нравится. Он для меня стопроцентный унисекс. То есть я не скажу все-таки, что это стопроцентный мужской аромат. Нет, это все-таки унисекс аромат. И он красивый. Он красивый, кстати, стойкий довольно. И шлейфовый. То есть технические характеристики у этой линейки хорошие. Не сравнить, допустим, с их бюджетной линейкой. Но вот, как я сказала, флаконы такие простенькие. И, конечно, хотелось бы, ну, 5 тысяч, чтобы стоило. Но 9-9,5, мне кажется, это как-то многовато. Почему-то вот этот барьер я все равно не могу преодолеть. Но он, наверное, один из самых прям унисексовых в линейке. С такими сладкими аспектами, что я представляю его и на мужчине, и на женщине. Кстати, коробочка я вам не показала так отдельно. Такая коробочка, в принципе, выполнена очень неплохо. Но внутри. Сказать, что она прям качественная. Потому что, видите, вот все-таки вот так. Сэкономили немного. И следующий аромат у нас называется «Ядро земли». Вот таким вот образом. Само название. И что скажу про этот аромат. Он мне, кстати, тоже понравился. Здесь у нас композиция на тему инжира. Мне очень нравятся инжирные ароматы. И здесь очень красивый такой, знаете, зеленый аромат. На старте есть и бергамот. Немного перечности. Ягоды можжевельника. Такой мягкий. С одной стороны зеленый прям вот. Но в то же время есть такая небольшая пыльность. И его сравнивали, кстати. Точнее не сравнивали. Говорили, что это будет хорошим таким парным ароматом. Также к женскому инжирному аромату. Тот аромат, он более такой мягкий, зеленый, женственный. Здесь больше терпкости, больше пыльности. В общем, по факту это такой красивый зеленый аромат. Зеленый инжир. Пыльный. С какого-то прям, знаете, мягкого такого сладковатого звучания. Именно плода инжира я не ощущаю. Это больше такой зеленый инжир. Листья инжира. И все это припыленное. Красивый тоже, кстати, могу вполне сказать, что он унисекс. То есть нет какой-то такой прям супер брутальности. Что это только аромат для мужчин. Нет. Очень все красиво, лаконично на тему инжира. Он потише, чем предыдущий аромат. То есть стойкость у него, в принципе, тоже неплохая. Но он уже более тихий в своем звучании. Следующий аромат у нас под названием Other Side. То есть другая сторона. И это аромат для меня, в принципе, наверное, тоже довольно такой унисексовый в своем звучании. Но в нем уже чуть больше мускулиность. Да, он тоже, в принципе, я могу его представить и на девушке, но больше, конечно, он в мужскую сторону. На старте для меня здесь очень мягкая такая свежая мята. Также здесь присутствует нота дыни, которая мне, кстати, очень нравится, как здесь звучит. Не супер сладко, а как-то так легко. И красивые цитрусы. И далее там уже у нас идет цветочный блок. И знаете, в этом аромате так интересно все раскрывается действительно по пирамиде. То есть, как заявлено, в пирамиде со старта, в принципе, там, по-моему, идет на переднем плане мята. И здесь оно так и есть. Такая немного перечная мята. Дальше идут цитрусы. И все это, знаете, такими прям гранями раскрывается из одного в другое. Потом появляется дынность такая. И со временем аромат уходит больше в цветочность. Тоже стопроцентный унисекс. Но здесь вот со старта, да, вроде как звучит это все, не сказать, что определенно по гендеру. Но мужчине даже этот аромат как будто уже подходит еще чуть больше, чем предыдущий. Тоже, кстати, очень понравилось. Если любите мятные ароматы, то обратите внимание. Наверное, вот он у меня следующий фаворит после того, который есть у меня. После Red Element. Потому что он прям такой красивый. Действительно красивый. И мята прям, она такая освежающая. Прям ощущение, как будто нос даже начинает подмерзать, когда вдыхаешь аромат с блоттера. Поэтому, если любите мятные ароматы, не монотонные, чтобы они игрались, действительно переливались, тоже можно обратить свое внимание на этот аромат. Следующий аромат под названием фосфор. Аромат тоже, кстати, могу сказать, что однозначно унисекс. Здесь такие для меня классные сладкие цитрусы со старта. Он прям такой сочный, сладкий, даже как будто немного есть чайности. И прям сладких апельсинов, цитрусов. Но далее аромат как будто из такого свежего, бодрого старта переходит в более такое приглушенное звучание. И появляется нота корицы, что делает аромат как будто посуше. Тоже, опять же, не могу сказать, что это прям вот мужской аромат, как они их, в принципе, маркируют. Тоже вполне себе унисекс. То есть какого-то вот такого пенобритвенного классического звучания, к которому мы привыкли, что вот как у нас определение, что нет, он вот раздевалками пахнет, там, или вот именно такими мужскими дезодорантами, одеколонами. Нет, здесь такого нет. И здесь он очень такой умеренный, не громкий, в плане, что он не будет напрягать кого-то, он как-то больше вокруг вас. Приятные сладкие цитрусы, которые переходят в такую вот тоже, может быть, отчасти мятность, именно такую прям перечную мяту. И также корица. И он становится более теплый со временем, как будто больше тепла, немного амбры в нем появляется. Но вот старт такой свежий, красивый, цитрусовый. Тоже стопроцентный унисекс. Есть даже какая-то травность, сухотравность в звучании. Следующий аромат под названием солнечная энергия. Не такие, конечно, прям названия. Что касается нашей солнечной энергии, по этому аромату, кстати, он такой интересный в своем звучании. Он немного даже отличается от предыдущих. На старте очень явно ощущается кардамон. Есть нота кофе, мягкая такая, но горьковатая немного. Есть нота герани. Очень такой приятный, да, сладковатый кардамон на старте. Но со временем в нем появляется чуть больше одеколонистости. Прям ощущение такого одеколона, но не в плохом смысле. То есть не звучит как-то дешево. Но вот со старта вроде бы так красиво, да, унисексово. Но он уходит прям вот в такую мужскую базу. Прям явный такой классический, дорогой, приятно звучащий. Но все же одеколон ярко выраженный. Поэтому вот его я, честно говоря, не представляю на женщине, потому что он довольно брутальный. Конечно, все на вкус и цвет. У нас у всех вкус разный, понятное дело. Но он для меня вот как-то картинку все-таки рисует больше как мужской аромат. Это, наверное, самый мужской аромат из линейки. По крайней мере, на мой взгляд. И последний аромат из линейки, который называется преступный мир. И, наверное, предыдущий аромат не единственный, который прям мужской. Но он такой более одеколонистый единственный. То этот аромат тоже вполне себе такой, может быть, мужской. Но это то звучание в то же время, которое является для многих прям вот таким классическим унисексом. Для любителей таких ароматов необычных. С изюминкой, что называется. Потому что он очень дымный. Очень смолистый в своем звучании. Здесь очень красивые такие темные, на мой взгляд. Какие-то немного даже подвальные, нуарные почули. А вроде бы как даже, знаете, со старта, когда вы распыляете, есть немного и цитрусового звучания. Здесь очень ярко нота можжевельника доминирует прям. И ощущение прям дубового мха. И, наверное, это ощущение еще такой даже небольшой анималики дает нота стирекса. Она, конечно, в базе здесь. Но, тем не менее, аромат очень на любителя. Здесь очень много смол. Он прям такой смолистый, дымный, копченый. Прям осенний для меня. Вот именно на осеннюю такую вот хмурую погоду. Вот почему-то ассоциация прям вот с осенью. А он тоже, да, возможно, не любая девушка захочет пользоваться таким ароматом. Он больше такой какой-то грубый, наверное, и брутальный. Но все же в нем нету... Вот для меня, знаете, чаще всего, для меня, как я и говорю вам часто, именно одеколонистые такие классические ноты дают в ароматах именно уклон больше в мужскую сторону. Вот, допустим, взять аромат от Killian Apple Brandy. Он классный, мне нравится. Мне нравится это яблочное бренди. Но для меня там очень много одеколона. И поэтому для меня он больше мужской. Но, тем не менее, вот такие ароматы, как этот, может быть, дымный, смолистый, подкопченный, какие-то горелые покрышки или что-то вот такое. Но я все равно могу к нему относиться как к стопроцентному унисексу и не ставить какое-то клеймо, что это прям мужской аромат. То есть вот у меня вот такие понятия. То есть что если аромат одеколонит, то это прям мужское. Вот здесь такого нет. Только предыдущий аромат, как я вам сказала, это солнечная энергия. Вот он для меня из всей линейки более такой прям мужской, потому что в нем есть одеколонист. То есть все остальные ароматы действительно являются стопроцентными унисексами. И, знаете, подводя вообще итог этого видео, что могу сказать? Ну, во-первых, я не согласна с ценовой политикой в 10 тысяч. Мне кажется, это дороговато. При счете того, что я согласна, ароматы красивые, звучат красиво, многогранно. Технические характеристики это тоже не час-два. Они, в принципе, средне держатся нормально. То есть сносная стойкость шлейф. Но мне кажется, можно было сделать цену чуть-чуть пониже. Вот, допустим, женская линейка, ну там объем 75, по-моему, у них идет. Она стоит там в районе 7 тысяч. Там 7 плюс-минус. Это уже линейка почти под 10 тысяч. Даже если бы ее сделали 6-7, это было бы уже намного приятнее. Я считаю, что все-таки ценовая политика немного завышена. Либо нужно что-то сделать с флаконами, сделать их еще более качественным. Делать даже не во внешнем виде. То есть внешне, в принципе, не придраться. Но вот этот сам пластик, да, он, в принципе, неплохо выглядит. Но все равно, если бы крышка была более увесистая, это было бы лучше. А так, в принципе, флакон, ну здесь так очень грубо видно, пружинную эту. То есть флаконы, в принципе, качество такого же, как и их стандартная линейка Бракар. Вот в этом, кстати, они неплохие. Именно флаконы Бракар. Потому что, действительно, там флаконы порой даже выглядят дороже. И, в принципе, кажется, что аромат должен стоить дороже только из-за флакона. Но хотелось бы как-то вот эти моменты доработать. Также упаковка. Картон, да, но внутри можно было как-то это усилить. Чтобы вот так вот это не мялось при транспортировке. Потому что здесь пусто. Пустота просто. То есть вот над этими моментами поработать. Либо же все-таки немного снизить ценовую политику. И мне кажется, просто цены бы не было этим ароматом. Потому что композиции действительно красивые, достойные, и все. Вот, поэтому как бы это мое мнение. Опять же, я не претендую на истину в последней инстанции. Я не эксперт, еще раз скажу об этом, повторюсь в сотый раз. Просто мое сугубо мнение как пользователя, как любителя парфюмерии. Вот, на этом я с вами уже прощаюсь. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там больше интересной информации в режиме онлайн. И встретимся с вами совсем скоро. Пишите свое мнение по поводу бренда, по поводу ароматов. Будет очень интересно. И до скорых встреч. Пока-пока.